Поэтому Рабаш написал статьи о группе. Там он в точности говорит тебе, человек поможет своему ближнему. Баль Сулам пишет, как написано еще тысячи лет. Тысяча лет назад написано, что туалет входит в руку человека на хороший выбор и говорит, возьми себе. И все говорится об усилении группы. И через группу, как мы говорили, когда ты вкладываешь в них, ты взамен получаешь отдачу. Вместе со светом возвращается к тебе твоя сила, твое стремление быть связанным с группой. Ты устремляешься к ним, ты хочешь соединиться, хочешь объединить их, хочешь сделать из них... Такую подложку, такое поле, в котором раскрывается Творец, чтобы ему от этого было удовольствие, наслаждение. Когда ты находишься в этом, это возвращается к тебе, как сила отдачи. Когда ты стремишься к ним, ты обвязываешь их, ты усиливаешь их. Тогда свет, который скрыт, раскрывается в ней в какой-то мере и возвращается к тебе, как сила отдачи. Ты уже получаешь силу отдачи. И в этом особое средство, чудесное средство. То есть я должность точно видеть между причиной и результатом? Нет, результат ты не знаешь. Ты не знаешь, что такое сила отдачи, никогда не знаешь, но это не важно. Тебе дана возможность действовать. Ты действуешь эгоистически, насколько ты в состоянии. Ты даже путаешь себя, тебе кажется, что ты нет, делаешь это не в эго, но это не важно. Но что такое чудесное средство, сгула? Нет здесь цепочки действий, которые связаны точным образом друг с другом. Как ребенок кричит, врач его проверяет и говорит, он кричит, потому что у него есть какая-то болезнь. И тогда связываются с производством, там производят таблетки, таблетки покупает мама, мама дает их ребенку. Ребенок не знает, что он делает, он кричит. Так всегда, маленькая ступень ведет себя в отношении к большой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова